МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ До 40 тысяч россиян ежегодно становятся жертвами сезонного гриппа. Грипп 2016 года. Один из самых страшных за последнее время. С виной он стал причиной смерти десятков россиян по всей стране. В Самарской губернии зарегистрировано уже три случая заболевания таким гриппом. Впрочем, прогнозы медиков достаточно оптимистичны. Говорят, помогла прививочная кампания осени 2015 года. Но до сих пор у прививок немало и противников. Я прививок не боюсь. Если надо, уколюсь. Еще в школе нас кололи всех по головному, выстраивались в один ряд и подставляли лопатки. После вакцинации у часто болеющих детей обострялись ангины, отиты и бронхиты. Но тогда прививки были обязательны. Сегодня у родителей есть выбор. Прививки. Польза или вред? Взвесимся за и против. В двух студиях Самара и Тольятти доберемся до сути дела. В самом начале мне хотелось бы задать вопрос нашим работникам, тем, кто связан непосредственно с медициной. У меня этот вопрос практически с самого начала рождения, когда у меня родился первый ребенок. И мне его всегда хотелось задать. Я задавал, не получал на него ответа. И на втором, и на третьем? Да. Вопрос такого плана. Кто у нас контролирует состав этих прививок? Это очень важный вопрос. Я вам объясню по аналогии. Я заправляю машину. Она может поехать, но она может и сломаться. В данный момент, когда я машину заправляю, я не контролирую состав бензина. Я не смогу его проконтролировать. То же самое с прививкой. Это просто жидкость. И на мой взгляд, мне так кажется, что вот как раз родителей и беспокоит-то больше всего, что они просто не знают, что там может быть залито. Вообще за этим есть реальный контроль? Какой-то орган. Кто за этим всем стоит? Кто это контролирует? У нас и саму, как и саму вакцину контролирует изначально это Государственные институты стандартов и качества имени Тарасевича в Москве. То есть система производства такова, что могу на полном основании сказать, что в Российской Федерации не применяется вакцина. Изначально, как сказать, заложено, что они на ухудшение здоровья человека. То есть стандарт качества, так же, как, если вы говорите, машину заправляется, бензином, производство любой другой вещи в нашей стране. Происходят определенные этапы, постоянный выборочный контроль, состав ее иммуногенности, реактивности. Поэтому это все вплоть до поликлиник, когда вакцина приходит с соблюдением холодовой цепи. В нашей студии психолог. Вот есть такое мнение, что немножко, может быть, оно грубовато звучит, но лучше быть немного больным, но живым, чем мертвым, но здоровым. Что бы вы ответили на это выражение, как врач-психолог? Я хочу сказать, что у каждого человека есть два мозга в нашей голове. Первый мозг, эмоциональный, это древняя структура мозга, которая контролирует наши эмоции. И второй мозг, рациональный, так называемый неокортекс, новая кора головного мозга, который контролирует наши рациональные действия. Так вот, когда работает эмоциональный мозг, чаще всего рациональный мозг тормозится или вообще, знаете, выключается из процесса принятия решения. Поэтому, когда человеку страшно, когда человек волнуется или тревожится, конечно же, он принимает эмоциональное решение. И в данном случае психологическая рекомендация будет такая, все-таки включить рациональный мозг, включить рациональную часть, включить вот это рацию и эмоции, ну, знаете, оставить для каких-то других, более приятных ситуаций. Поэтому очень рекомендую людям, которые испытывают тревогу, волнение относительно прививок, все-таки, знаете, обратиться к рациональным цифрам, к данным, к математике, к статистике. А что она говорит, статистика, Светлана Федоровна? Вы врач-педиатр с огромным опытом, тысячи детей через ваши руки. Прививки. Вы за? Я, безусловно, как практически педиатр, за. Потому что уже десятилетиями доказано, что вакцина отдает эффект. Мы сейчас с вами не видим детей больных полиомиелитом, потому что в начале прошлого века начали прививать активно от дифтерии, коклюша, столбняка. И мы не видим этих тяжелых заболеваний. А если и слышим, вот последний случай в Самаре, заболевшая девочка столбняком, она была не привита. Вот то, что вы перечислили, это как раз те инфекции, которых стоит опасаться больше всего? Да. Это те грозные инфекции, от которых больше всего погибали дети в первую очередь. И начинали прививать детей от полиомиелита, от столбняка, от коклюша, от дифтерии. Потому что в первую очередь дети первого года жизни болели такими тяжелыми заболеваниями, как коклюш, дифтерия. И в большей степени погибали от этих заболеваний. Это такие инфекции, у которых детям просто иммунитета нет на ранних стадиях развития. Иммунитет еще не выработался, тем более это такие вирусы, от которых иммунитет вырабатывается только после встречи. А зачем болеть этой тяжелой инфекцией, получать тяжелейшие осложнения, когда можно получить прививку и в меньшей степени получить те осложнения, которые могут быть на прививку, чем на саму болезнь. И это уже доказано, что, например, каждый трехсотый при заболевании кори может получить осложнение. И каждый один на пятьдесят тысяч при получении вакцинации. Почувствуйте разницу. В нашей студии в Самаре у наших коллег Лина и Александра сегодня также врачи, люди с реальными историями. Мы с удовольствием передаем, ребята, вам слово. Спасибо, Тольятти. На самом деле сейчас такое некое движение даже возникло против прививок. Но насколько обоснованы такие отказы? Насколько действительно стоит бояться прививок и действительно они помогают в борьбе с эпидемиями? Какая эпидобстановка у нас сейчас в регионе вообще? Эпидобстановка, если касается гриппа, о чем вы сказали, в принципе она, по сути дела, мало отличается от ситуации прошлого года, хотя эпидпорог сейчас превышен на 16% по городу Самаре. Но я сравнивая с прошлым годом, говорю, в прошлом году, например, в эту же неделю года было 10 тысяч заболевших, на этой неделе 6 тысяч заболевших. 6 тысяч заболевших? Заболевших по РВИ. И грипп острыми респираторными и вирусными инфекциями. Лабораторно подвержен грипп из этой категории, это 22 человек, из них 9 детей. 90% или 20 человек, это вирус H1N1. В простонародье свиной грипп. 6 тысяч человек, они были привиты? Ну, сейчас этот вопрос изучается, конечно, это заболевшие у РВИ, мы говорим о заболевших, а из заболевших гриппа практически никто не привит. Свиного гриппа надо бояться? Ну, бояться вообще надо инфекционных заболеваний, потому что проблема инфекционных заболеваний, их предупреждение, их эпидемического распространения, это вообще национально безопасность страны. Поэтому у нас предусмотрены все мероприятия, чтобы не было распространения инфекционных заболеваний, в том числе самым первым способом вакцинации. Вот психолог Алексей Сергеевич Ясногородский говорил о том, что возьмите рациональный, включите рациональный мозг, отключите эмоциональный, изучите статистику. А что говорит статистика? Если сравнивать вообще с допрививочным периодом, он, допрививочный период, это прошлый век, да, это сотни раз снижение заболеваемости, летальности. Я вот, работая в департаменте здравоохранения, у нас была программа по профилактике вирусных гепатитов, B. Это 99-й год, когда была очень высокая заболеваемость, особенно среди подростков, среди учащихся старших классов и среди учащихся средних специальных учебных заведений и вот студентов первых-вторых курсов вузов. По этой программе до еще введения этого, этой прививки в календарь национальный, мы привили вот эту группу, как раз, среди которой была самая высокая заболеваемость. Вот я вам скажу цифру. Заболеваемость с гепатитом B в этой группе снизилась за год 320 раз. Вот вам цифра. Но страх, оно такое чувство иррациональное, вот эти цифры, они... Послушайте, ну мы говорим о рациональном, но тем не менее, мамы в основном, да, они же настолько переживают всегда, очень эмоциональные существа, и тут до рациума, ну как бы не всегда дело доходит. Извините, публикации в интернете, где говорят о осложнении от прививок? Бояться, конечно, не нужно. Во-первых, вакцинация – это, в общем-то, отработанный такой момент для педиатрии. Любой ребенок перед прививкой, он не просто привьется, его обязательно осмотрят, оценят его состояние здоровья на данный момент, и только после этого. Или разрешат проведение прививок, той или иной прививки, или сделают медицинский отвод, подлечат ребенка, проведут, возможно, какие-то мероприятия подготовительные, чтобы ребенок это хорошо прививку перенес. Вы знаете, прямо хотел сказать одно слово по поводу тех самых статистических данных. По данным Министерства здравоохранения России, в том числе Самарской области, при том, что создается ежегодно, вот в этом году у нас создан уже коллективный иммунитет за счет того, что мы вакцинировали осенью вакцины прекрасные, гриппол плюс, и был создан коллективный иммунитет у 31% населения. Так вот, при создании такого коллективного иммунитета снижается заболеваемость гриппом в 4,7 раза, а за счет того, что вакцина содержит полиоксидоний, то в 1,4 раза снижается распространенность заболеваниями другими респираторными вирусными инферциями. Означает ли это, в принципе, что если я сделал прививку, то я не заболею гриппом? Это не означает. То есть я могу все-таки заболеть? Вы можете заболеть, но совершенно в легкой форме, когда у вас возможны какие-то легкие катаральные проявления и невысокая субфибрильная температура. Это что значит? Давайте расскажите медику, что это значит. Катаральные явления, как правило, грипп проявляет себя несколькими синдромами и симптомами. Начинается, как правило, с подъема температуры, потом появляется ломота в теле, через какое-то время может присоединиться, например, ощущение озноба, затем прикашливание, это уже где-то четвертый-пятый день. Это я вам описываю, естественно, легкую стадию гриппа у детей, которые привиты. Если же это в средне-тяжелой-тяжелой форме, то сюда присоединяется не легкая ломота в теле, а выраженное астеническое состояние, когда болит голова, когда нашего с вами пациента, допустим, сопровождает это все озноб, буквально, может быть, вплоть до проявления судорог, появляется геморрагическая сыпь. И все это считается еще средне-тяжелым течением, когда ребенок, вернее, даже пациент взрослый, может наблюдаться, например, даже и на домах. А только уже потом появляется кашель на где-то пятый-седьмой день, и это является типичной клиникой гриппа. Кто в нашей студии прививался осенью от гриппа? Давайте посмотрим. Поднимите руку. Врачи. Тоже, да, прививались? Тоже прививались. Вопрос у меня возникает, вот как раз почему возникает недоверие к вакцинации? Вот лично у меня, я всегда рассчитываю, руководствуюсь расчетом и логикой, да? А у нас в больницах, как правило, предлагают вакцину. Вот нам сказали, что контроль какой-то осуществляется и так далее, но почему-то, когда приходишь в больницу, те предлагают сделать либо стандартный какой-то укол, либо французскую вакцину, там еще какую-то. Зачем вот это разнообразие? И, естественно, оно ведет как раз к недоверию. Что это за вакцина? Я уже сомневаюсь в своей вакцине, да, и начинаю верить, что французская-то, возможно, лучше. Вакцины все есть, вакцины, которые разрешены к применению, имеют сертификаты и так далее. В рамках национального календаря профилактических прививок по гриппу в том числе. Ну, а разница-то в чем? Мы прививаем отечественными вакцинами. Есть, конечно, вакцины импортные. Это право человека выбрать или то, или другое. Но, в принципе, они однотипны, содержат те же варианты вирусов, на основе которых они сделаны. Еще хочу добавить, что, например, импортная вакцина может быть более многокомпонентной, нежели советская вакцина. То есть появилась какая-то вакцина, которая в своем составе имеет возможность привить пациента от 6, даже 5 инфекций. А, то есть наши немножко опаздывают. У нас немножко есть монокомпонентные, двух, трех. А не страшно ли прививаться сразу вакцины, которые содержат 5 ослабленных вирусов? Вы знаете, наоборот, все наши ведущие медицинские организации, в том числе и Всемирная организация здравоохранения, нам рекомендуют как раз прививать многокомпонентную вакцину, поскольку иммунитет, как на одно компонентное, также вырабатывается в течение двух недель. И высокая иммуногенность этой вакцины, в том числе и нашей советской, которая входит в состав вакцинального календаря, в состав национального календаря профпрививок, ежегодно отрабатывается ее, во-первых, токсическая возможность каких-то осложненных действий, отрабатывается и тот сиротеп выявляется, который могут привезти, и они, естественно, не используются, повышается иммуногенность и многокомпонентность. Как замечательно. Татьяна Васильевна, давайте вы нас еще убедите, что прививки – это хорошо. Все вакцины, которые у нас используются, они имеют сертификаты. Я назову два главных сертификата. Сертификат качества и сертификат соответствия. То есть все вакцины, которые мы используем, они должны еще обладать тремя очень важными характеристиками. Иммуногенность, безопасность и эффективность. То есть все вакцины, которые мы используем, государство гарантирует, что они эффективны и безопасны. Это будут отечественные вакцины, это будут импортные вакцины. И хорошо, что есть большой выбор вакцинации у населения. Давайте сейчас передадим слово Тольятти, а потом вернемся в нашу студию. Тольятти, вам слово. Да, спасибо большое, коллеги. Вот к вопросу о прививке, которую говорил ваш эксперт, что прививку делают сейчас, и это показано, многофункциональную прививку. Но, наверное, Светлана Фимовна, к таким прививкам, как мы делали детям, и нам делали АКДС знаменитую прививку. Может быть, сейчас еще какие-то есть прививки. Наверное, надо готовить детей и взрослых. Конечно. В первую очередь мать, мама, ребенка перед походом в поликлинику с утра должна оценить сама состояние малыша и для себя принять решение. Да, мы действительно сегодня, мой малыш здоров, нам можно идти в поликлинику и делать прививку. Все равно перед этим осмотрит доктор кожные покровы, слезистые. То есть удостоверится в том, что ребенок здоров. Если есть какие-то сомнения, назначат дополнительные методы обследования. Это общий анализ крови клинический и общий анализ мочи. После сдачи, убедившись, что действительно все в порядке, меряется температура и отправляется ребенок с мамой в прививочный кабинет. Поскольку эксперты сказали, что состав прививок одинаковый, что все имеют сертификат качества подтвержденное, то почему возникают осложнения у некоторых детей? В силу того, что, может быть, мама плохо подготовила малыша к вакцине. В этот день перекормила, недопоила, перегрела. То есть после вакцины обязательно надо пропустить, может, одно кормление. Лучше попоить побольше этого ребенка, погулять на свежем воздухе. Не обязательно купать, а может и вообще пропустить купание. Обтереть только влажными салфетками. Благо сейчас средства ухода это позволяют сделать. И, значит, с предварительной целью по назначению педиатра назначаются либо антигистаминные препараты, чтобы уменьшить аллергическое воздействие вакцинального процесса, либо жаропонижающие, ибупрофен или парацетамол. Скажите, а почему так много прививок делается ребенку именно в первый год жизни? Он маленький, он постоянно... Ну, вообще, конечно, колоть такого маленького аж в сердце крови обливается. Один раз присутствовал. Педиатры всего мира и Всемирная организация здравоохранения, ну, и все медики всего мира пришли опытным путем к тому, что дети младшего возраста до года наиболее восприимчивы к таким грозным заболеваниям, как туберкулез, коклюш, дифтерия, полиомиелит. Поэтому мы в первый год максимально вакцинируем детей наших, чтобы защитить от таких смертельных заболеваний. Это во-первых. Во-вторых, почему приходим к многокомпонентным вакцинам, как сказала уважаемая Светлана Александровна, потому что за один раз ребенок получает сразу... может получить возможность выработать иммунитет сразу к нескольким инфекциям за один раз. Почему это не опасно? Мы с вами после рождения получаем множество антигенных воздействий из воздуха, из кожи, из пеленок, средства обихода. Какая разница? 10 тысяч антигенов получит в этот день ребенок, либо 10 тысяч 20. А выгода будет, и польза большая. Это вот один момент. И второй момент. Да, жалко у кольчики. Но поверьте, в первый год жизни, чем меньше ребенок, он лучше переносит вакцинацию, потому что у него еще нет прорезывания зубов, лишний температурный реактор. Это, правда, я не помню, как он... Вот, друзья, спасибо. Вот все-таки я вот, пока мы слушали Самару, тоже привела небольшой пример, подверженность такому массовому психозу. Вот Василий, мне кажется, немного ему подвержен. Да, да, к сожалению. Вот буквально вчера в моей биографии, в моей истории произошла такая ситуация, когда ребенок пришел из школы, все симптомы и признаки заболевания налицо. Я понимаю, что она привита. Я понимаю, что мы пропили препараты, которые позволят защититься ребенка от вируса. Но я испугалась того самого, о чем говорили врачи Самары, наши эксперты, к свиному гриппу. Алексей, как уйти от массового психоза, вот от этого немного нефсебешного состояния? Здесь, знаете, действует эффект такого цунами, что кто-то один, потом второй, третий. У каждого из нас есть инстинкт самосохранения. И этот инстинкт самосохранения, конечно, в первую очередь реагирует эмоционально. Как себя контролировать? Вопрос каждого конкретного человека. Ну, конечно, средств массовой информации. То есть все-таки через информированность, через большую информированность, занимается тревожность. Вопрос о средствах массовой информации. Кто-нибудь из собравшихся сегодня здесь может развеять некую теорию заговора о том, что все эти гриппы как раз и появились для того, чтобы дать заработать фармацевтическим компаниям? А на самом деле это вроде как все и не так. Просто есть какой-то грипп, он один. А прививают от четырех уже, от пяти гриппов. И на этом зарабатывают. Вспомните прошлогодний сезон гриппозный. От гриппа, не секрет, умирает ежегодно. То есть эта эпидемия, она где-то в северном полушарии у нас приходит в зимнее время. В Южной, в Африке, они круглогодично, сезоны дождей болеют гриппом. То есть грипп на то он и коварен, то что он очень часто мутирует. И поэтому ежегодно Всемирная организация здравоохранения собирается в определенный период и решает. К тому, что вирус гриппа коварен, то что он каждый год мутирует, изменяется. Почему мы пришли к тому, что в этом году и очень удачно угадали с вакциной, ввели именно 2009-2010 года эпидемический грипп, вот H1N1 с виной. Поэтому вакцины в этом году очень эффективны. Люди все, кто привелись, себя защитили таким образом. Хотя бы, может, и заболеют, но в более легкой форме, без осложнений, естественно, уже без смертельных исходов. Сколько у нас этих гриппов? Сколько? Ну, хотя бы приблизительно. Уже находятся те, которые циркулируют. Вот я по последним данным прочитала уже три новых типа, смутированных нашли, которые также могут создать для нас уже эпидемические вот эти вот подъемы. Поэтому он самый коварный, наверное, из вирусов и заставляет нас не расслабляться. И к нему уже есть лекарства наверняка к этим темам. Давай проголосуем. Ответим на вопрос наших коллег из Самары. Там показала студия, как привиты ли у них там ребята, и гости студии от гриппа. Давайте спросим нашу студию. Поднимите, пожалуйста, руки, уважаемые друзья, кто в этом году привит от гриппа. Вася, ты в минусе. Василий в минусе. Не бойся гриппа свиного. Самое главное, Вася, не бойся. Он больше всех и боится, потому что... Он боится. Просто я был занят в это время, и как-то у меня стороной обошел уже скоро февраль. Надо было в этот раз привить себе грипп. У меня мама двоих детей. Младшему сыну, моему полгода. Мы делали все профилактические прививки, которые положены нам до полугода. Недавно врач-невролог назначил нам дополнительное обследование. То есть у меня ребенок был абсолютно здоров. И после УЗИ головного мозга у нас обнаружили водянку. И теперь я боюсь продолжать делать эти профилактические прививки, потому что откуда она взялась? Не может ли быть это следствием прививок этих профилактических? Жень, может, дополнительный вопрос? Невролог назначила какое-то специальное лечение? Какие дала рекомендации? Дополнительное лечение назначили. Назначили только массаж нам и контрольное... И медотвод от прививок, да? Нет, медотвода нет никакого. То есть вы сами боитесь пока делать прививки? Я сама боюсь. Ну да, откуда она взялась? Ну, я не невролог, ребенка не видела. Но могу сказать, что если невролог поставил гидроцефалию, то, скорее всего, это диагноз. И не назначил специального лечения. Она назначила только общий уход правильный и массаж, да? Правильно. Массаж, да. Значит, скорее всего, это физиологическое состояние ребенка до года. Не знать, что за болевание. И прививать таких детей можно и нужно в первую очередь, потому что часть инфекций дают осложнение как раз на центральную нервную систему. И защищать детей, которые имеют небольшие отклонения в здоровье, это не факт, что прям заболевание гидроцефалия, так нашумевшее тоже в СМИ, и которого родители боятся. Это, скорее всего, транзиторное физиологическое состояние ребенка до года, которое требует, может, где-то дополнительного наблюдения невролога, дополнительный массаж, но не требует медотвода от прививок. Дело в том, что все наши дети в один месяц от рождения делают четыре вида ультразвукового исследования. Это ультразвуковое исследование сердца, брюшной полости, тазобедренных суставов и в том числе нейросонографию. И если когда ребенку в месяц была произведена нейросонография и отклонения, либо они там были, либо не были, то есть мы должны просто-напросто посмотреть этот вид исследования, который был проведен уже в месяц. Дополнительный анализ, да? Дополнительные исследования. В принципе, особых причин для паники нет? Судя по тому, что не назначено дополнительное ультразвуковое исследование головного мозга, которое говорит о том, что она видит явные проявления каких-то более серьезного отклонения, то есть это уже идет как заболевание, а не как проявление синдрома. Значит, я так же подозреваю, что нет, иначе бы невропатолог обязательно назначил дополнительные исследования. Многие на самом деле боятся вот таких последствий прививок. У нас в студии Виталий Ульбаев. Который ничего, видимо, не боится. Шоумен, спортсмен, танцор, но он принципиально не делает прививки. Как давно отказался? Да, я родился, был еще в Советском Союзе, тогда приходилось делать прививки, и не было выбора, потому что родители решали за ребенка. Сейчас, слава богу, родители также решают за ребенка, только у родителей уже есть выбор, и это хорошо, я считаю. Вот когда я общаюсь периодически с медработниками, знакомые друзья даже есть, очень часто слышу такое клише, что прививки – это однозначно лучше, потому что когда был, например, 19 век, все однозначно умирали от чахотки, там сплошной мор был, как прививки начались, так обязательно все сразу выздоровели. Но при этом медики немного лукавят тем, что, во-первых, в начале 20 века уже улучшилась гигиена, улучшилось, ну элементарно появилось электричество, мыло, горячая вода. И хотелось бы сказать, что есть статистика определенная, что еще до введения прививок в начале 20 века произошел спад заболеваемости. Этот спад заболеваемости произошел как раз-таки потому, что стали прививать, вот говорили о коллективном иммунитете. После этого началась паника, да, там мамочки стали экстренно отказываться от этого всего, и снова стали появляться случаи тех заболеваний, которые, по идее, уже можно абсолютно избежать. То есть говорили, что редкие случаи, они все-таки возникают. Они возникают из-за того, что в какой-то период просто очень много человек от него отказались от иммунизации. И поэтому заболевания возвращаются снова. Если мы сейчас полностью все, ну, большинством откажемся от прививок, эти заболевания снова появятся. И дело... У меня вопрос к Виталию. От всех прививок нужно отказаться? Я считаю, что да, потому что, вот, к примеру, вот ответ на этот же вопрос. У меня есть тут дифтерия, эпидемия в России 1990-х годах. Хотя казалось бы, что уже все привиты, и этой болезни не должно было быть. Когда началась вот эта эпидемия 90-х годов, да, как раз не было иммунной прослойки, достаточно. Иммунная прослойка, чтобы не болело население, и не было эпидемического распространения. Это 90-95%. Это должно быть привито. А дифтерий... В эти годы привитость была на отдельных участках ноль. Я это проверяла, я это знаю. Я вам приведу, как эпидемиолог, одну цифру. 1994 год, 504 случая заболевших дифтерией, по городу Самаре, 16 смертей. После прививки какие-то осложнения, недомогания, это нормально? Нормально. Да? Насколько это нормально? Потому что, не знаю, у меня вот... Нет, есть такие понятия, как физиологическая реакция на прививки. Она допускается и инструкциям по применению вакцин. И она допускается. И это даже хорошо, когда организм реагирует. Но когда она... Не должна эта реакция выходить за пределы физиологические. Но она есть. Но она выходит, да. И в виде повышения температуры. Но это считается приходящим явлением за один-двое суток. Вы прививки не делаете, но смотрите, вот ваше состояние. Вы как часто болеете? Я практически не болею. Своим детям будете делать? Не буду. Да почему? Ну, почему не будете? Ну, не буду, потому что я изучил очень большой объем информации по поводу прививок. И советую, кстати, всем зрителям, которые нас сейчас смотрят, слушать не только наших замечательных экспертов, но и самим, как сказал наш замечательный психолог из Тольятти, руководствоваться рацию своим. Потому что сейчас информация в большом доступе, в интернете она есть. И можно изучить все... Как говорится, нужно изучить обе стороны медали. Больше отказов стало от прививок? Ну, последние годы, конечно, больше. Вот это вот нельзя, конечно, допускать. Потому что это приведет к снижению иммунной прослойки среди населения и возврату тех инфекций, которые у нас уже сейчас не регистрируют. Уже сейчас есть эффект от того, что люди отказываются? То есть повышается количество людей, которые заболевают? Конечно, люди здоровее становятся. Ну, вот, например, коклюш в данном году вырос. Заболеваемость, я имею в виду, коклюш, выросла, потому что многие не примиваются. Я отказывался не только сам, но и своим детям. Двоим старшим сейчас 15 лет, уже младшему 11. И вполне они здоровые, слава богу. Отказывался по многим причинам, опять же, от недоверия. Я так и не услышал. Вот мы сейчас говорили много о цифрах. Я не услышал, а есть ли статистика привитых людей и число заболеваний после прививки? Потому что мы говорим, что с 19 века много поменялось. Это, конечно, здорово и интересно. А существует ли вот такая статистика? Существует ли такая статистика? Каждый случай поствакцинального осложнения, выходящего за рамки физиологической реакции, он расследуется комиссионно. И каждый случай действительно статистически учитывается. Ну, их много таких случаев. Я говорю, по городу Самаре нет таких случаев. Но на самом деле, когда доходят до очень сложных ситуаций, практически невозможно доказать, что это последствия прививки. Возможно доказать, если эта комиссия работает, все возможно. Но эти случаи очень редки. Если инфекционисты видят тяжелые случаи, как клюша, то в первую очередь врач-инфекционист, который лечит это заболевание, скажет, что необходимо было вакцинироваться для того, чтобы предотвратить это развитие такого тяжелого заболевания. И насчет гигиенической теории я тоже хочу здесь привести некоторую статистику. Уже в наши годы, когда развита вакцинация во многих странах, я хочу привести данные, допустим, в Великобритании, где родители в 80-м году отказывались от введения коклюшного компонента. И в результате в этой стране было около 5000 случаев госпитализации детей с тяжелым случаем коклюша, с пневмонией, с аменингитом, с энцефалитом, с судорожем, синдромом и так далее. Это один из случаев, я привела случай высокоразвитой страны. К сожалению, эта вспышка в 80-м году закончилась в 28 случаях летальных исходов. Может быть, не все тогда прививки делают? Ну вот от тяжелых заболеваний я сделаю свою ребенку, а от смертельных, а от гриппа? Тяжелые заболевания вы выбираете почему-то на свой выбор. Почему-то вы выбрали из всех инфекций, для себя выбрали 2-3 инфекции. Во всяком случае, во всем мире пришли к выводу о том, что если есть вакцина от заболевания, ее необходимо сделать. И наше государство сейчас вакцинирует от 12 инфекций. И в других странах вакцинируют от 17 инфекций. Мы идем к этому, потому что вакцинация призвана сейчас защитить не только от инфекции. Это новое направление медицины, оно разбивается. Вакцинация призвана защитить от соматических заболеваний, от онкологических заболеваний. Все-таки хотелось бы узнать. Сейчас речь идет о вакцинах, которые из-за рубежа. Очень сильно напоминает 90-е годы, когда сюда к нам практически бесплатно завозились в огромнейших количествах презервативы. Вроде как боролись мы со СПИДом. Но такое ощущение создавалось, что как раз Запад боролся с рождаемостью в России. И здесь, в принципе, если придерживаться этой теории заговора, можно говорить о том, что какие-то из вакцин... Все-таки, последнее слово, эти вакцины, которые приходят с Запада, они проверяются на 100%. И здесь уже нет никаких оснований говорить о том, что нам могут подсунуть что-то оттуда. Все вакцины, еще раз говорю, которые поступают на территорию Российской Федерации, мы принимаем сертификатом качества, сертификатом соответствия. Независимо, в какой стране она произведена. Они все регламентированы производством, определяются определенными стандартами и параметрами. Поэтому какого-либо заговора я здесь не вижу. Это вот именно заговор вакцинофобия, когда люди уже... Много фобий, да, у нас? Да, если бы у меня была вакцинофобия, я бы сказал, что сертификаты подделали очень хитро. И вот если бы у меня была вакцинофобия, а так я этого не скажу. Естественно, нам есть, пить, дышать, да? Вы сертификат воздуха требуете? Колбасы требует, Ольга Михайловна, это точно, вот он сказал про это. Ну хорошо, хорошо. Вась, задумайся все-таки о фобии. На колбасе написано, на прививке нет. Я согласна, что если было бы проще вакцину понюхать, натереть на кожу, может быть... Да, вот это было бы меньше отказов у людей, и у мам, у родителей было бы, наверное, меньше отказов в этом, потому что это более естественно. Ваш комментарий, Алексей. Смотрите, как интересно получается. Врачи, медики, люди более... В двух студиях, в двух городах. Да, более информированные, давайте объективно говорить, это люди более информированные, потому что они много лет этим занимаются, получили соответствующее образование. Они все, как один, говорят за вакцинацию. И даже среди моих знакомых медиков я тоже такой мини-опрос сделал, то есть я не встретил ни одного медика, который бы что-то говорил против. Вот интересно, если, может быть, у вас есть из ваших коллег... Врачи, кто не делает прививки. Врачи. Врачи, таких нету. Притом мы не получаем от фармацевтических предприятий, мы зарплату получаем от государства, у нас бюджетное учреждение, мы каким образом независим от производства. В этом смысле вас обвинить в ангажированности, наверное, здесь очень трудно. Поэтому люди информированные высказываются за. Люди, которые не до конца информированные, давайте говорить так, они находят недостающую информацию в интернете. В этой такой помойной яме нашей, в которой, в принципе, все можно сфальсифицировать, все можно подделать, все можно написать, все что угодно. Это, в общем-то, давайте не будем интернет в качестве источника достоверной информации рассматривать. Поэтому к какому лагерю примкнуть, в общем-то, это уже выбор каждого. Вот именно к людям информированным и знающим, либо к таким алармистам, давайте назовем так, люди, которые бьют тревогу, основываясь на недостоверных данных. А молодежь у нас к какому лагерю примкнула? Я мама двоих детей, и ежегодная вакцинация в моей семье нас охраняет от заболеваний и тяжелого течения вирусами различными. И к тому же я являюсь еще студенткой медицинского колледжа, лечебного факультета. И хочу сказать, что у нас в колледже проходила вакцинация, и все студенты, у которых не было медотвода, делали прививки. И я считаю, что это очень хорошо, когда сами медики прививаются от заболеваний вирусных и к тому же несут эту информацию масса. Как вот в студии было уже сказано, наверное, люди все-таки боятся делать прививки из-за своей неинформированности. Наверное, нужно больше и средствам массовой информации, и медицинским работникам нести вот эту информацию в люди, в народ, больше их просвещать по поводу вакцинации и по поводу самих прививок. Это мое личное мнение. Вот мы сегодня общаемся и вращаемся все-таки вокруг громкого гриппа, свиного гриппа, которого все боимся. Скажите, пожалуйста, Светлана Фимовна, вот вы уже говорили, да, много людей сейчас выезжают в другие страны, в другие города, нам предлагают другие прививки. Сейчас появились новые прививки, да, Ольга Михайловна? Давайте буквально по минуте. Вот о каких прививках сейчас идет речь, какие прививки можно делать, по каким показаниям сегодня. И вы очень хорошо сказали о факторах, которые влияют на качество прививки. То есть сделал прививку, это не значит, что все. То есть тут нужно еще запомнить, что дома должен быть воздух, как вы сказали, не 27 градусов. Давайте начнем с вас, Ланфим. Ну, дома должна быть... Желательно, чтобы все были здоровы, чтобы ребенок не получил или взрослые дополнительную болезнь во время вакцинального, поствакцинального процесса. Или взрослые, не только ребенок, да? Конечно, должно быть достаточно комфортная температура. Это не 25-27 градусов, а 23-22. Значит, в это время не надо пробовать какие-то новые экзотические фрукты, а питаться тем, чем обычно мы питаемся. То есть не вводить новые продукты питания. И достаточно много пить жидкости. И даже, может быть, еду применять менее калорийную в этот период, что касается взрослых. Ну, и если детей, то кашу, если разводим, то вместо 6 ложек, 4 ложки положить в молоко. То есть более облегченное питание. Потому что все-таки поствакцинальный процесс – это ослабленная реакция организма на вирус. Для киномо-прививки сейчас появляются новые вакцины. Спасибо. С прошлого года в план профилактических прививок была введена для детей с двух месяцев пневмококковая вакцина. Расширяются границы вакцинации для детей гемофильной инфекции. Вот эта триада сейчас в связи с развитием большим лабораторной диагностики – это гемофильная пневмококковая инфекция. Уже увидели суть. Эти инфекции очень расцветают у нас в связи с лабораторной диагностикой по повышенной мониторированию. Поэтому во многих регионах, насколько я читала уже Ярославской области, Оренбургской, региональными национальными календарями были введены эти прививки уже ранее, с 2010 года. И показали очень хорошую эффективность, чтобы защитить детей первого года жизни от этих инфекционных заболеваний. Сейчас конец января, мне за 30. Скажите, мне, чтобы обезопаситься, не нужно никакую прививку сделать. Вдруг что-то сейчас гуляет, я буду знать. Ты на балкал собрался на рыбал. Буду информирован. Давайте начнем на том, что план профилактических прививок определяет возрастной ценз для каждой вакцинации. То есть начиная с 14 лет, вы должны ежегодно, каждые 10 лет вакцинироваться, ревакцинироваться дифтерией столбняком, о чем мы уже говорили, довольно кроссные инфекционные заболевания. Затем ежегодные прививки от гриппа сезонного, от гепатита B прививочка, если у вас ее нет. Вы должны прийти к врачу с своими сертификатами, если они у вас есть, с детскими какими-то прививками. И мы посмотрим, чего вам не достает и какие вы прививки пропустили на данный момент. Если не больно, я подумаю. Ну что ж, спасибо большое, мы даем слово нашим коллегам. Самаре, пожалуйста, ребят. У меня вот вопрос к мужчинам. Я хотела спросить, вот как сторонница прививок, вы не думаете, что ваши дети не заболели, потому что как раз работает коллективный именно иммунитет? То есть коллективный иммунитет работает, а ваш иммунитет не работает? Нет, и если все не прививаются, что будет тогда? Нас, соответственно, сразу же клеймят однозначно заговоры. Нет, на самом деле я считаю, что чем больше людей не привьются, тем более лучший иммунитет коллективный возникнет. По моему четкому убеждению, ребенок рождается здоровым, природой подготовленным, и потом уже благодаря вакцинам он начинает болеть. Потому что при определенных вакцинах есть уже определенная также статистика, вот у меня тут куча бумажек различных, где говорится о том, что именно после вакцин люди начинают болеть различными. У меня такой вопрос, секундочку, потом я передам микрофон. Смотрите, можете меня поправить, если я не права. Я знаю, что, например, против полиомелита вот эти розовые капельки, которые мы употребляем, они в том числе не полностью усваиваются, частично выходят из нас. И в детском саду, например, дети, которые, ну, процесс... Да, непривитые. Они вполне могут заразиться. И не вполне соблюдают гигиену, что-то такое. Они хватают одни и те же игрушки, они пользуются одними и теми же предметами. Ваш, не дай бог, непривитый ребенок, кого угодно, он может заразиться этим страшным заболеванием от привитого ребенка через вакцину. Они заболеют уже? Да. Это не страшно? Нет, совершенно не страшно, потому что, мне кажется, иммунитет – это такая природная штука, которая вот сейчас, до сих пор даже, кстати, Институт иммунологии и аллергологии у нас, вот в Самаре работают, они не до конца изучили этот момент. Я потому что сталкивался с этим, с нашими врачами как раз, сам непосредственно болею аллергией, потому что я сталкивался с... Не до конца информированностью самих врачей, они сами до конца не знают, что из себя представляет так называемый иммунитет. И как-то вот иногда залечивают. Вы, я так поняла, сказали о том, что ваши родители, когда вы были ребенком, вас прививали. Это так? Да, все верно. Естественно, как любого советского ребенка. А почему же вы не хотите позаботиться о своем будущем ребенке? Хотя бы до, как вы говорите, сознательного вашего возраста, да, то есть, я так понимаю, вы с 18 лет и дальше, и, может, с 16, все принимали такие решения, что вы не будете прививаться. Почему же хотя бы до этого возраста, да, по национальному календарю профилактических прививок и не хотите защитить своего ребенка? Потому что, когда, сейчас я договорю, рождается ребенок, он все-таки не приспособлен к окружающей среде, и его иммунитет развит недостаточно. Как раз отличный вопрос. Я как раз считаю, что, наоборот, я именно таким образом забочусь о его здоровье, о здоровье ребенка, потому что до сознательного возраста я не буду ему делать прививки, а потом он уже, возможно, выберет сам. Это так же, как к вопросу, переходите к философскому вопросу о вегетарианстве, это то же самое. Именно родители делают выбор сознательный в пользу своего ребенка, потому что именно родители отвечают за него. Я в данном случае считаю, что как бы прививки навредят, кто-то считает, что не навредят, но это дело выбора каждого, а в сознательном возрасте уже ребенок выберет сам. Ну да, ребенок рождается здоровым, только вот мир вокруг нас, он такой достаточно опасный, и не все может, да, агрессивный, не может выдержать ребенок некоторых нападений на его иммунитет. Есть вот такой интересный случай в Японии, вроде бы развитая страна, после Великой Отечественной войны, не было, вот про полиомиелит говорим, не было вакцины против полиомиелита. И мы потеряли целое поколение в Японии детей, они стали инвалидами, умерли, до тех пор, пока наши советские иммунологи не разработали вакцину против полиомиелита. Такие случаи рассказывают, сам не сталкивался, знакомые рассказывали, что, ну, некое такое ухищрение, что ли, со стороны педагогов и медиков, опять теория заговора, да, не принимают ребенка в детские сады, в образовательные учреждения, если у него нет справки о всех сделанных прививок. Ну, я могу ответить, конечно. Это сплошь и рядом происходит, потому что очень много в интернете этих... По закону об иммунопрофилактике, конечно, имеется право на отказ от профилактических прививок. Конечно, в детский сад то, что не принимают, это, конечно, неправильно. Это нет на это как бы закон об отстранении. Но в случае, если в детском саду будет заболеваемость, вот этого ребенка тогда отстранят от посещения детского сада на период карантина и так далее. Потому что, прежде всего, это опасно, что он может заболеть, и, естественно, опасно для окружающей группы в детском саду. Мы сожалеем о том, что у нас не получилось сегодня в двух студиях примирить сторонников и противников прививок. Но я надеюсь, что телезрители сделают выводы сами, а пока мы передаем слово Тольятти. Подытожив, хочу сказать, что все-таки самый эффективный способ обезопасить себя от инфекционных заболеваний на данный момент времени является вакцина-профилактика. И на территории Российской Федерации не применяются заведомо вакцины, которые были бы опасны для человека. Спасибо вам большое. Делать или не делать прививки? Мы не встаем на сторону противников или защитников вакцинации. Мы призываем делать взвешенные, разумные шаги в интересах собственного здоровья. А доводы, которые мы привели в пример, надеемся, будут вами услышаны. До встречи. Прежде чем сделать прививку ребенку, убедитесь в безопасности этого процесса и проверьте, нет ли у него аллергии. К вакцинации нужно подходить ответственно, разобравшись сначала в самой сути дела. Всего вам доброго. Не болейте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»